Привет! Это продолжение второй части урока по Arnatrix Real-Time Hair Workflow. В ней я расскажу о том, как запекать карты Root и ID в Arnold Render. Как, используя ExtraTextRender элемент, запечь эти же карты за один проход в V-Ray. А также поговорим о создании базовой формы бровей и второго слоя для них с плашками. Приятного просмотра! Итак, в первую очередь я хотел бы рассказать о запекании ID и Root в Arnold, так как многие об этом просили. Полноценную альтернативу ID-карте, которую запекал V-Ray я не знаю, так как в AIS Standard Hair у меня не получилось создать черно-белую карту с помощью Random Melanine. Но во время рендера можно включить черно-белое изображение и таким образом сохранить эту ID-карту. Melanine всегда устанавливаю на максимум, чтобы карта была контрастной. Но именно варианта как V-Ray с использованием RAM-карты я не нашел, когда прям каждый волосок с отдельным оттенком. А не как сейчас в Arnold. Но все же, эта альтернатива работает, если Вам не хочется использовать два рендер-движка в своей работе и Вы привыкли к Arnold Render. То есть для получения ID-карты Вам нужен стандартный материал для волос. AIS Standard Hair с Random Melanine и Melanine включенными на максимум. Затем просто в самом фреймбуфере выбираем L-канал и сохраняем полученную карту. Для ROOT-карты Вам понадобится материал AI-Flat. В Color-слот которого Вам нужно поместить обычную Ramp-ноду с таким градиентом. В итоге на рендере у Вас получится такой результат. Затем, когда у Вас будут готовы все материалы, нужно поместить их во Offs. Как я показывал в предыдущем уроке. В итоге Arnold запечет эти карты. Следующий момент, о котором я хотел бы рассказать. Это запекание ROOT ID и Ambient Occlusion карт за один проход. С помощью Render Elements V-Ray. Так же, как я показывал это в Arnold Render. Когда я выпустил предыдущий урок. Там я сказал, что пишите в комментариях Ваш метод запекания. И мне написала LilyLex о использовании ExtraText текстуры. До этого момента я не знал, что так можно. Но попробовав, убедился в том, что это возможно сделать так же удобно, как и в Arnold Render. За что я благодарен Lily. В Render Elements Вы можете добавить ExtraText элемент несколько раз. И использовать его для запекания нужных карт за один проход. Сейчас я покажу, как это сделать. Итак, я добавлю 3 ExtraText Render элемента, так как нужно запечь 3 карты. AO, ID и Root. Элементы добавляются простым двойным кликом по названию. Как только Вы это сделаете, они будут перемещены в правый столбик. После того, как Вы добавите эти 3 элемента, каждый нужно будет загрузить специальную текстуру. Для этого я обычно выделяю нужный Render элемент. Затем открываю вкладку Extra V-Ray Attributes. После чего HyperShade окно. И перетягиваю нужную текстуру в слот Texture данного Render элемента. В данном случае, для AO я использую V-Ray Dirt текстуру. Чтобы перетянуть ноду на нужный слот, я нажимаю среднюю кнопку мыши на нее и тяну в этот слот. Таким образом, у Вас появится название этой ноды. То же самое делаем с ID. Выбираем созданный для этого материал в HyperShade. Но его Вам не нужно перетягивать на слот текстуры в Render элементе. Достаточно перетянуть входящую ноду RAM, которую мы создавали в предыдущей части. Также зажимаем среднюю кнопку мыши и перетаскиваем в слот Texture. Те же действия проделаем из Render Element. И теперь, если запустить рендер, а в Вашем случае запекание, то Вы увидите, как сохранились все рендер элементы. И мы получили все карты за один проход, а не несколько рендеров, как я это показывал в предыдущих частях. Это AO, ID и Root карты. Чтобы сохранить их сразу все, а не выбирать по отдельности, в Array Frame Buffer нажимаем на данную иконку. Удерживаем и выбираем опцию Save to Separate Files. Затем указываем нужный формат и сохраняем. Таким образом, с помощью Extra Text, можно за один рендер получить все нужные карты. Также многие спрашивали, почему я не показываю запекание Direct-карты для скальпа. Ведь я уже показывал запекание этой карты в 3ds Max для плашек. Дело в том, что в 3ds Max, что в Maya, для плашек я использую обычные рендеры. Поэтому там не возникает никаких проблем при включении Use Tangent for Normals, Mesh from Strands. Которые используются для запекания Direct Map. Но для скальпа, при активации данной иконки, затем увеличение количества сторон и включение этой опции. Время просчета увеличится в несколько раз. И иногда Maya может зависнуть. Независимо от мощности вашего ПК. Даже у меня с двумя 2080 Ti и Core i9-9900K, так и не получилось дождаться результата. Поэтому лично мне удобнее запекать эту карту для скальпа в Arnold. Что касается планов с текстурой. Я запекаю абсолютно все карты в V-Ray. Так как для них я использую обычный рендер на виде сверху. А не стандартное запекание. И если бы такое можно было сделать скальпом, то я бы с радостью это сделал. То есть сцена рендера текстур для плашек выглядит таким образом. Обычная сцена с камерой для вида сверху. Я делаю копию этой камеры и блокирую ее передвижение. Чтобы нечаянно не сдвинуть ракурс. Чтобы заморозить все параметры камеры, вам достаточно выбрать ее. Перейти в Channel Box и для всех видов трансформации активировать опцию с помощью правой кнопки мыши. Которая называется Lock Selected. Таким образом камера будет заблокирована и вы ничего не нарушите. Ну а о рендере карт для плашек мы поговорим чуть позже. А перед этим я хотел бы рассказать о создании ресницы бровей. А также я хотел бы ответить на вопросы, которые мне задавали в нашей ВК-группе от Luke Wake и Владимира KK. Так как эти вопросы имеют прямое отношение к этой серии уроков по Real Time Hair. Я обязательно прочту эти вопросы в данном уроке и запишу на них ответ. Но сначала поговорим о создании бровей ресниц. Итак, процесс создания бровей достаточно простой. В первую очередь, Вам нужно сделать Detouch поверхности из меша головы. На которой будем создавать брови. То есть, проделаем те же действия, как и со скальпом. Делаем дубликат и удаляем все лишнее. После чего, к полученному мешу применяем preset For Ball. Как обычно, у Вас появятся такие длинные волосы. Но я думаю, что из предыдущих уроков Вы уже знаете, что делать. Сначала удаляем Change Width и Hair From Guides, так как в них нет необходимости. Затем, заходим в Edit Guides. Выбираем под объект Roots. После чего, выделяем любой из гидов. Инвертируем выделение с помощью комбинации клавиш Ctrl-Shift-I. После чего, нажимаем на кнопку Далить Selected Strands. Чтобы удалить все выбранные гиды. Далее, чтобы начать создание бровей. Активируем кнопку Draw Strand Tool. Затем находим референс и повторяем форму бровей. В итоге, у Вас получится такой вариант или немного другой. Все зависит от референса, который Вы выбираете. Я обычно рисую одну из бровей и затем делаю симметрию с помощью данного модификатора. Что касается референсов. Для этого проекта я использовал такие. Вам достаточно написать в Google Brows и Вы найдете много крутых референсов в хорошем качестве. Благодаря им, Вы можете тщательно изучить форму и то, как растут брови. В некоторых референсах используется подводка для бровей. В некоторых ее нет. Все будут полезны для изучения. Лично мне удобно рисовать гидами и повторять форму, которую вижу на референсе. Если сейчас я выключу все модификаторы, кроме Edit Guides. То Вы увидите, что я рисовал все лацки вручную. Затем я использую модификатор Detail, чтобы оптимизировать количество точек для всех гидов. Значений равного 10 в данном случае было достаточно. После того, как форма одной брови готова, как я и сказал ранее. Применяем модификатор Symmetry, чтобы получить вторую бровь. После этого я использую модификатор Hair from Guides. Для того, чтобы превратить гиды в волосы и в его настройках активирую этот Distribution Type. Который позволяет генерировать волосы только с гидов. Не создавая интерполяцию между ними. То есть количество волос будет равняться их количеству. Далее, чтобы настроить толщину волос. Я использовал модификатор Change Width с такими настройками. И последний модификатор, который Вам пригодится во многих ситуациях. Это Push Away From Mesh. Позволяющий вытолкнуть волоски, которые влезли в геометрию. Чаще всего для него я использую такие настройки. В итоге получилась такая форма бровей, которую я запекал тем же способом, как и для скальпа. То есть выбираем данный Mesh. Открываем вкладку V-Ray. Нажимаем правой кнопкой мыши на данной иконке. Выбираем опцию Show V-Ray Bake Options. Используем такие настройки и запекаем объект. Еще один момент, о котором я хотел рассказать. Это развертка скальпа и Mesh для бровей. Даже несмотря на то, что это отдельные объекты, я всегда учитываю развертку обоих для правильного запекания. В данном проекте, она выглядела таким образом. Запекание для бровей и для скальпа я делаю по отдельности, так как мне так удобно. Затем собираю все текстуры в Photoshop с помощью Alpha. И в итоге получаю одну текстуру для этих объектов. Я использую данный метод, потому что чаще всего во время одновременного запекания у меня появлялись разные баги. И проще было использовать этот метод, а не искать их решения. Следующее, что я делаю после запекания бровей. Это создание low-poly плашек из них. Для придания объема в игровом движке. Так как одной запеченной текстуры недостаточно. То есть прямо из этой формы я генерирую low-poly геометрию. Это делается очень просто. Выбираем ту форму, которую нарисовали. Затем переходим в настройки модификатора Hair from Guides. И выбираем другой Distribution Type. В Render Count уменьшаем количество, например до 1000. В настройках Change Width делаем такие изменения. И назначаем модификаторы Mesh from Strength и Rotate с такими настройками. В итоге получаются такие планы, на которые потом можно будет запечь текстуру бровей. Их количество можно управлять в Hair from Guides. Достаточно изменять значение параметра Render Count. Затем применяю модификатор Detail для контроля количества полигонов в этой геометрии. И Push Away from Mesh, чтобы плашки не влазили в основу. Затем создаю один такой волосок для запекания текстуры этих плашек. Развертка для него выглядит таким образом. Благодаря этому получаются естественно выглядящие брови. Сейчас я расскажу, как получить развертку для плашек бровей. Когда Вы назначите Mesh from Strength модификатор. У Вас уже автоматически будет создана развертка. В последнее время я использую именно ее. И не делаю больше никаких настроек, которые показывал в уроках по 3ds Max. Вы можете уменьшить ее таким образом и запечь на нее тот волосок, который я показывал. В большинстве случаев я использую Overlap UV. Это когда все кусочки накладываются друг на друга. Это удобно, так как используется лишь одна текстура и ее вполне достаточно, чтобы получить нормальную форму бровей. При желании, конечно, Вы можете разделить эту развертку на несколько кусков и использовать разные текстуры. Но в большинстве случаев в этом нет необходимости. Еще один момент, который Вам будет интересен. Это использование Rotate модификатора для придания легкого хаоса в поворот плашек с помощью опции Global Angle. Чаще всего я настраиваю ее таким образом, чтобы несколько плашек не находились в параллельном поверхности. Этот подход добавляет объема под любым углом. То есть с разных ракурсов Ваши брови будут выглядеть превосходно в Real-time движках. Под любым углом читается объем бровей и они выглядят естественно. Это все, что я хотел рассказать о данной части. В следующей части поговорим о создании ресниц и я отвечу на вопросы, которые я обещал. Благодарю за просмотр и хорошего Вам настроения. Всем мир! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok